Привет всем стратегическим жевжикам! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество за Вавилон проходить Seedmare Civilization 6 с новым патчем, с новым режимом герои и великие люди, герои и легенды, точнее так, герои и легенды. Если вы не видели первую серию, то лучше перейти к ней, ссылка есть в описании в этом видео, ну а спонсоры канала все видео видят сразу. Ну что ж, 94-й ход, 1260-й год нашей эры, а мы уже в истребителях. Следующим ходом, собственно, я планирую объявлять войну Кореи. Не, ну а что она? Правильно? Так, просто я перейду, чтобы меня военными лагерями не обстреливало. Интересно, кстати, сколько городов у Кореи? Посмотреть, чтобы так приблизительно... Всего лишь 5. Всего лишь 5, причем вот этот Чинчжу она поставила недавно. Мне на самом деле надо 4 города захватить, а остальные... А этот сам потом отвалится по лояльности, очевидно. Так, а что это у нас тут за корейский керасир тусит? Нехорошо, нехорошо тут у нас под боком фигней заниматься. Да, у меня нехватка будет алюминия, конечно. Ну, во-первых, я надеюсь, вдруг тут на территории Кореи еще будет. Я же, видите, только один город вижу. Еще будет алюминия. Во-вторых, если что, я булава захвачу. Вот тут у нас есть алюминий. Так, что за... А, мгновенно создаю. Так, это мне надо тут доделать. У меня три хода. Надо не забыть его, правда, использовать. Скаут плавает. Давайте посмотрим, нет ли у нас каких-нибудь тут новых великих людей, которые появились в этом дополнение, а нету. Интересно, а может, какой-нибудь другой нанимал? Там есть, кстати, очень-очень прикольные великие люди, действительно. Ада Лавлейс... Грегор Макгрегор... В Колумбии. Потом пойдет в бои без правил, да, ММА. Маргарет... Нет, я не помню. Не, по-моему, нету. Смотрите. Джеймс Янг... Секибу... Не вижу. Вот Гимерий новый, кстати, по-моему. Да. Ну, он очень обычный, так он просто опыт дает. Вот, Ибн Фадлан. Вот это крутой. Увеличивает количество доступных путей. И две единицы веры дает от торговых путей. Да, тоже новый, кстати. Ибн Хальдун тоже новый. Вот это вообще... Бонусы, довольство, не связанные с пищей, увеличиваются на 40%. Это вообще крутой великий человек. Да, так что едем. Вот и МХТЭП тоже новый инженер в этом патче. Ну... Так, обещание выполнено. Улучшенная авиация. И очередная сессия Конгресса. Давайте еще глянем, что мы можем... Нет... Кстати, а что с просвещением? Дулия в просвещении. Просвещение. Ну, я решил в охрану природы... Не, вообще мне надо бы просвещение открыть, по-хорошему. Колониализм. Давайте вообще, наверное, вот прям сейчас откроем просвещение. Пойдем два хода. А потом уже дальше в естественную историю. Ну, все-таки научная теория... Почему нет? Плантация одна пища. Дополнительно. Ну и как вам вообще выход... На божестве в современные самолеты с 29 верой в ход. Я вам обещал, что я победю эту игру, не построив ни одного кампуса. Я, конечно, еще не победил. Ну, в принципе, пускай будет посольство, господи. Правда, это повышает дипломатическую видимость. Так, а что я там с Америкой воюю до сих пор? Кстати, имеет ли мне смысл с ним мириться, я вот думаю? Нет. Нет, углем я не торгую. Да ты охренел, американец. Ну, давайте, кто вступит? Я надеюсь, что Корея вступит. Давай. Я буду очень рад. Так, стихийное бедствие. Ущерб предотвращенный. Четыре клетки повысили плодородность. Отлично. Принято. И кто принял? Да, сандок вливаю. Отлично. Зашибись. Ну, давай, Аксум отобьем. Давай, давай. Так, это у нас второй уровень союза открылся, поэтому... Ну, я, по-моему, там ничего и не надо из этого. Да. Ты очень в тему напала. Давай. Так, значит, какие эти юниты не нужны? Давай смотреть. Блин, чё, он же внезапно до восьми. Ну, я бомбардировщиками, конечно, быстро разберусь. Так. Блин, чё, не да не... А, мне Мехик... Мне Мехик, наверное, не должно войну объявить. Да. Фес Инга с Гаргаму. Это пожалуйста. Так, этого давайте задействуем... Тут. И ещё у нас вот здесь истребитель. Чё, и всё, Сингапур встретил. Окей. Ммм, кстати, может в Сингапур и отправить? Сингапур что хочет? Современный танк. А что у меня для современного танка? Надо три танка сделать, по-моему, да? А для этого добудьте артефакт. А, поэтому я иду в археологов. Археологический музей, по-моему, уже где-то сделал. Да, вот он. Надо артефакт добыть. Собственно, танки откроются. Нефть у меня есть. Может мне рыцари пока... Ну и не рыцари, а кто там... Ну ладно, пока самолёты нужны. Так, Чунджу. Чунджу. Чхун-Чхун. И тут ещё Сеул, наверное. Хотя не факт. Хотя не факт. Так, чё нам тут ещё не обработано? Вот тут шахту. Поплыли, наверное... Я могу уже плавать по... Нет, не могу. Ну вот я картографию открою уже своим ходом, надеюсь. И сплаваю на соседний континент. Ну пока... Давайте я просвещение открою. Может, я поставлю первого посла и отправлю в Сингапур, действительно. А что Сингапур даёт? Ваши города получают две недели за каждый торговый путь к другим ценам. По-моему, крутой город-государство. Я не знаю, почему они его не союзят. Так, тут война. А, это не у меня, кстати, поводок предотвращён. Ну, жаль. Я думал, мне тут улучшат. Второй союз с Китаем. Ничего интересного. Ну давай, Корея, давай, убивай меня полностью. Ну, почему нет? Собственно, Финикей — это другой континент вообще. Нет, никакого угля. Блин, ветеоритный дождь прямо в проповедниках. Они, сволочи, наверное, выжили ещё. Это у Мехика где-то. Так, плантации. Довольство с двумя и более... Ну... Я пока... Блин, у меня, к сожалению, шпионов поубивало. Давайте я поставлю быстренько первый посол. Так. Мне 5 шпионов надо построить, потому что у меня обоих шпионов убило. Это, конечно, проблемка. Так, и в Сингапур. Прямо до 6, вот так. Он объявляет войну Кореи. Да, армия у него, конечно, мощная. Но он не берётся, правда, этими кирасирами. Так. Могу лапнуть тоже до кирасиров, в принципе. Ну, давайте. У нас деньги есть, почему нет. Так. Теперь используем самолётики. У меня тут пока 3 истребителя, да? Минус корпус. Кстати, не убьёт. А, нет, убил. Ну, чё мне того убивать? У меня там, вон, есть юниты. Я лучше его тут буду. А Кахокия со мной не воюет? Нет. Кстати, может, меня её засюзеренит тоже? Ну, там... Я, наверное, эти не буду строить. Курганы Кахокии. Наверное, не, я не буду сюзеренит. Ладно. А вот и бомбардировщик поехал. Кринак. Сколько у меня минус идёт? Пока минус один. Так, ну-ка, Валерия, мы тут стоим. Из Вавилона. Офига себе, в Улунде 24. А чё так много? Я даже не в союзе с Золусом. Что тут такое в Улунде? Чё так много денег? Пятнадцать золота от других бонусов. Девять золота от районов города Улунде. Какие-нибудь тут районы? Что так много золота даёт? Интересно. Не, ну, коммерчески понятно. Не, ну, мне понятно, надо посылать караваны к союзникам. Потому что там... Я карточку потом поменяю, там у меня будет ещё еда с производством. Так что в Одисабебу поехали. Так, один ход до картографии и поплывём через океан. Бомбардировщик завершён. Между аэропортами... Ну, наверное, нет. Давайте мы... Давайте, давайте шпионов. Давайте с бомбардировщиками. Мне достаточно будет ещё два бомбардировщика. Мне этого выше крыши хватит всё захватить у корейца. Да, вы видите. Апостолу вообще не идти. Но он должен реально быть святым сейчас. Все видели, как в него попали метеориты? Он выжил, но ничего даже не стало. Это... Это... Моисей практически. Так, недостаточно жилья, производство, производство. Ну, стоим, ждём. Стоим, ждём тут пока. У Кореи, кстати, тысяча армий тоже, как и у меня. Но у меня-то это современная армия с самолётами, а у него... Говнина. Устаревшая. Ну, чё вы там, Аксум ПТА? Он бежит. Так, нужна ли мне нефть? Стоит ли беспокоиться, что мне нефть может разгадать? Да нет, в принципе. Опять не у меня. Или это у меня, подождите. Нет, это не у меня. Я бы, кстати, хотел отключить, чтобы мне показывали чужие... Ну, тут надо поставить обратно учётные банки. Так, разобраться... Ой, а чё это? А, это не мой. Блин, немножко похожий цвет, да? С Эфиопии. Чё-то... Что ты тут бегаешь? Бегун. Так, куда мне тут встать, чтобы он... Мне чё-нибудь не разграбил? Давайте вот сюда. Чтоб... Не мешал... О, это хороший торговец. Этого мы возьмём. Дополнительное счастье никогда не помешает. Так, работаем пушечками. И добиваем кавалерии. Блин, выжил? А чё так? А, там... Там... Речка. Ну, ничего у нас тут. Умирает. Ээээ... Ээээ... Давайте истребителями. Ну, это... Это нереально, от этого отбиться. Может, у меня того киросир... Нет, уже не дотягиваюсь. О, с помощью мушкетёра... Убил, открыл... Прямые паруса. Не знаю, как это связано, честно говоря. Почему мушкетёры открывают открытые паруса? Прямые паруса, сорян. Так, давайте-ка апать в пехотинцев и подводить. Потому что нефти у меня дофига. Так, у меня ещё вроде какой-то истребитель не ходил. Ну, даже не знаю. Ну, давайте этого. Так. Блин, а я зря, наверное, кавалерия сейчас бы мог забрать город. Ой, блин, ну что с управлением в этой цели? Ну, блин. Ну, это какой-то... Вот, честно. Так, дайте я этого уберу. Он мне мешает бомбардировщики выбирать. Ну, я всё равно не могу этот город забрать. Я всеми кавалерией походил. Всей кавалерии походил. Так, давайте сюда перебросим. Ну, и хорошо, следующим ходом заберу. Не страшно. Так, в Вавилоне. Ну, давайте, может, кофе... Кто у нас тут ещё лидер по науке? Ну, Корею заберу. Византию я... Или Византию я вижу. Вижу, я, наверное, вижу Византию. Финикия. Вот он, Константинополь. В Константинополе у нас есть научные... Ну, есть, но тут нету с деньгами. То есть, как мне прокачивать? Мне никак не прокачать. А, ну, давайте отправим, где у нас побольше денег пока. А, союзник, да. Сюда я не могу отправлять. Улунди 135. Кри тоже не могу отправлять. О, Тошинуктон 372. Давайте сюда пока. Ещё одного давайте шпиона в Рапикуме. В Вавилоне. Может, аэропорт, чтобы побольше... Ну, я, в принципе, все с вами это построил, какие хотел. Мне всё равно не будет хватать сейчас алюминия. Поэтому... Поэтому давайте биржу. Я сейчас буду покупать археолога. Тем более, там где-то надо две биржи, по-моему, построить. Два пригорода, угольную шахту и броненосец, артефакт. А может и нет. Две мазутных электростанции, три армии или армады. Показалось, что ли? Ну, два банка точно есть. Ну, по-моему, и с биржами тоже что-то есть. Или это какой-то город-государство мне. Задание давал танк, бомбардиров... А, реактивный бомбардировщик. Это следующий. Хм. Кстати... Да, тут только шпионы велик... Мне надо следить за учеными, которые озарение дают. Ну, которые для всей информационной эры озарение дают. Прикиньте, какой шпион для Вавилона офигительный. Поплыли кругосветку делать. А здесь давайте тоже археологический. А вот и время Джеймса Ватта. Еее. Угольную. А потом амбар можно. А потом, кстати, и театралочку. Но тут негде. Может, какое-нибудь чудо можно построить? Нет, пока нет. Ладно. Так, дамбу завершили. Значит, здесь... Шесть, и тут шесть. Ну, класс. А, ну, теперь время центра коммерции тут. Ладно, фабрику потом. Ну, чё там, Корея? Как... Как армия? Шестьсот длина. Триста. Минус триста за один ход. Ой, а чё сейчас в Чунжу пойдёт? Как так? Мне бы, конечно, стали варенье открыть. Но сложновато. Мне броненосцы... Я не могу броненосец вообще сделать никак. Так. Значит, давайте бомбардировать. И Чунжу падает. А, вот этот с прокачкой. Вот это, вот этим давайте. О, у меня даже... По лояльности он не отваливается. Отлично. Так, теперь. Истребители занимаются истреблением находящихся рядом юнитов. Зачищаем небо над Чунжу. Да, разваливается Корея, разваливается. Конечно. Не знаю, какую мне себе цель поставить. Весь континент захватить? Конечно, полностью всех захватить это... Немножко муторно. Ну, потому что 20 цивилизаций всё-таки. Но весь континент это, наверное... Вполне... Вполне возможно. Так, давайте... Давайте... Наверное, инженера убью и апну. Ну, и здесь попробую караванчик разграбить. Так. Блин, и арта тоже встали в арене, да? Ну, в общем, мне нужен броненосец. Потому что шахта-то у меня построена. А броненосец... То есть мне надо как-то к морю выходить. Интересно, у Кореи есть вообще гавани какие-нибудь? А тут, похоже, и нету. Блин, а как тогда... Вот шумер. А какого хрена шумер через меня... Через Китай, точнее, лез ко мне. Потом через Китай воевал с Кореей. Какой-то вот шумер реально отмороженный. Ну, я бы Китай не хотел захватывать, как союзника. То есть Китай и Эфиопию я бы напоследок оставлял. Блин, Чухо-Чухун два жителя всего. Тоже бесполезный город на самом деле. Блин, мне бы как-то Кюн-Джу засветить. Было истребителя переместить. Мне тут уже атаковать некого. Хотя как некого. Вот тут на Сингапур кое-кто идет. Давайте вот этого убьем. Так, кто тут? Нет, пожалуй, пока не буду апгрейдить в вертолеты. Монумент, амбар. У меня поднялась до 30 наука. Сколько вообще Чун-Джу дает? А, 0,6. Ну, тут пока нестабильность просто. Видите, я... Минус 50 от нелояльности. И минус 50... Так я вообще удивляюсь, почему здесь у нас наука какая-то есть в принципе. Ну, тут повысится. Видите, 5,6. Все, зашибись. Может, рабочего прикупить? Сколько рабочие сейчас стоят? 280. Давайте, наверное, строителя и торговца отсюда отправим. Так, сделаем. О, начинается уже. Ну, это из-за войны. Хотя... Хотя это из-за захвата города, точнее. Потому что это мне Корея объявила войну, на самом деле. О-о-о! И, кстати... Я так до сих пор еще не встретил вот... Знаете, какая самая главная для меня интрига? Есть ли на втором континенте мой злой двойник? Тут же у нас хамурапи должен... Хотя, почему злой? Может, он добрый, наоборот. Но у нас в игре есть еще один хамурапи. И он точно на другом континенте. И это интересно. И это интересно. Не, ваду я тут даже побольше производства дают. Так, мне надо засветить кюнджу. Кем? Давайте. Блин. А, так я могу этим засветить. Истребителем, на самом деле. Вот так. Так. Теперь работают бомбардировщики. 78 уже тяжеловато, я смотрю. Идет. Идет. Встанем, полечимся. Ну, так надо подождать. Может, я смогу снять защиту, кто знает. Да хоре отсылать постоянно к этой. Так, Вашингтон я отправил. Где еще нам потырить деньги? Почему-то... Почему-то у Зуса очень мало денег. Так, в Константинополе не тырится. Может, у Майя? 177 как-то маловато. А у Финики? Где? Финики. В Лондоне нету... А, так я в Тире не смогу ничего своровать. Ладно, давайте тогда к Майе отправлю. Хотя может пройти еще у Колумб... Не, у Колумбии плюс 3 вход. 3 вход. Вообще печаль. Блин, не долетает бомбардировщик оттуда. Будем перебрасывать... Другие города. Ну, видимо, тогда надо разграбить. И отойти. Грабить и отходить. Вот наш девиз. Так, 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 так. Давайте вот тут все. Вообще, зачем я покупал тут рабочего? Я что-то... Купил рабочего конкретно. Может, тут улучшить? Ладно. Что-то как-то подзабыл. Ой, тут смотрите, какое нашествие рыцарей и арбалетов. Знаете, такое ощущение, как будто я на другой планете нахожусь. Прибыл туда с прогрессорством. И наблюдаю... Затем, как рыцари с арбалетами... Что-то пытаются сделать. Так, это я... Кстати, каким-то новым грани... Это, походу, кельты сейчас будут. Похоже, по цвету на кельтов. Священное место, кампус, военный лагерь. Это вы ничего... Могу развлекательный, кстати, комплекс построить, в принципе. Я думаю, это будет не чёток. Да, давайте. А что у нас с шпионами строится? У нас ещё один торговец есть. Ну, я бы торговцев вот из захваченных городов Кореи отправлял. Поэтому подождём. Археологический готов. Следующим ходом археологов можно будет нанимать. Поэтому один ход... Блин, кончается... Алюминий. Ну, самолет у меня будет работать. Они просто меньше урона будут наносить, к сожалению. Тут эти Биг Бен можно... У меня денег мало. Типа, смысл у меня в Биг Бене. Он мне не так много даст. Пять ходов. Ну, сколько? Плюс тысяча. Зачем? Давайте биржу лучше. Да, что-то алюминия маловато. Может, мне стоило начинать не с Кореи, а с булава? Да не, надо с Кореи, конечно. Булава я всегда захвачу. Тут у Кореи... Города очень вкусные. Слушай, у него каждый ход, по-моему... Так, есть археологи. И исторические места появились куча. Окей, закончился союз с Паундмейкером, и я, пожалуй, не хочу его продлевать. Ну его нафиг. Угу, истребитель. Наверное, прокачаем. Сцеляется при патрулировании. Ну, мне, наверное... Сцеляется при патрулировании, конечно, прикольная штука. А с другой стороны... Нафиг. Я бы лучше вот... Вот это против юнитов как раз... Использовал. Так. Кюн-джу. Раз бомбардировщик. Два бомбардировщик. И надо кюн-джу забрать, а то следующим ходом у меня будет... Снижение урона. Три бомбардировщик. Так. И, наверное, еще истребителями стоит... Поутюжить слегка. Блин, не забирается. Мне надо юниты... Уничтожать лучше. Не, я его заберу. Просто следующим ходом меньше урона буду наносить, к сожалению. Да, и что тут? Алюминия не видно, да? Проверим на всякий пожарный. Слушайте, у Сингапура. А как бы он мне так взял, чтобы он его обработал? Я вот помню, в пятой циве, например, можно было заплатить... Конкретно был этот пункт в меню города-государства. И он платишь деньги, по-моему, 200 монет. И он обрабатывает ресурс. Археолог. Археолог. Самый еще прикол, что у меня до сих пор нету железа. Просто думаю, военного инженера построить, чтобы железную дорогу делать. Здесь я сразу в правые двигатели иду. И у меня нету железа. Вот железо будет, кстати, в Кёнджу. А вот и время театра лачки пришло в этом городе. Шесть послов. Не знаю, в Лиссабон. Кстати, можно до семи, потому что Лиссабон делает так, что ваши торговые пути нельзя разграбить. А, на водных клетках. Не, на водных клетках. Это мне как раз не надо. Что? Можно не союзить. Просто шесть достаточно. Бомбардой постоим. Кавалерии постоим. Постоим. Кстати, пехотинцам можно подойти. Хай бомбят его. У него сразу сил не будет его убить. Так, здравствуйте, кельты. Он, по-моему, врубнуться сейчас хотел, а мне кажется. Я его вовремя остановил. А что у тебя есть? Я могу пряностями с ним меняться на черепахи, например. Как тебе такой ход? И ты мне еще денег дашь. Отлично. Так, он воюет с Майя и с кем-то еще. И как он по развитию у нас? 211. Так это он, что ли, в Лиссабон? Да. Обалдеть. А что это кельты-лидеры по науке внезапно? Что там у него такого? Не, ну как лидеры? Вы видите, кто тут лидер на самом деле? Охренеть. Слушайте, давайте я хочу посмотреть. Нет ли у кого-то городов... Самарабрива? Ну, это, по-моему, все кельтские города. Я просто смотрю... Я просто не знаю, какие есть города у Вавилона. Какие тут могут быть города у Вавилона? Ну, не выглядит так, что галлы их захватывали. Пока все еще ощущение, что захватили Бразилию. Амбар. Давайте, наверное, строителя пока... Амфитеатр. Ну, уже 4,2. Снижается нелояльность. Давайте, лабу, что нам? Или мы сделаем... Я вообще не буду ничего строить научного. То есть, то, что захвачено, фиг с ним, но, типа, и вообще не строено. Давайте попробуем. Поинтереснее будет немного. Будем себя слегка сдерживать. Так, мне надо, видимо, охрану природы... Все-таки открыть. Мне нужна эта карточка на алюминий. Сейчас у нас уменьшится сила. Так, сколько вообще встретили? Он... Он говорит, что у меня сам... У меня маленькая армия? То есть, у чувака 365, у меня 1264, и он... Нет, мы не можем на дружку соглашаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три, четыре. И одного убили. То есть, я еще пять цивилизаций не встретил. О, слушайте, там Аксум. Грызут. А вот и Рим. Так. Так, еще четверых не встретили. Османы. Еще троих не встретили. Пока все. Так, давайте проверим города Рима и Османов. У Османов. Нет, это все османские города, кроме Буэнос-Ареса, это ГГшка. Ну и тут тоже. А, Библ. Библ и Зис. Брюссель ГГшка. А вот Библ и Зис могут быть вавилонскими, между прочим. Рыцарь тут совершил ошибку. Слушайте, тут Аксум, он так может и отбить Аксум? Я смотрю. А, давайте смотреть, насколько снизилась сила бомбардировщика. Минус шесть. Нормально. Это терпимо. Забираем. Ты астрономию ускорил. Это за счет университета рядом с горой, да? Тридцать восемь науки. Боже, я вырываюсь вперед. Наука просто... Немножко денюжков. Тут у нас монумент Амбар. И покупаем торговца. Так, это бывшая столица. Причем и даже она не отваливается по лояльности. Все, зашибись. Слушайте, так у Кореи только три нормальных города получается. Вот это говнина. Конечно, я понимаю, что с... С савоном. Но этот савон мне вообще... Вот этот хотя бы мне работает. Видите, тут три науки соседства. Это... Это тоже, как-то, работает чисто из... Ну, как бы плюс один, на самом деле. Потому что тут мои районы еще. Вокруг. Так, а сколько ходов до следующей? Десять. Так я должен выйти в золотой век, я думаю. Так, тут прокачиваем бомбардировщик. Хм, пойдемте-ка сюда. А то меня тут волнует вот эта вот американская армада. Так, эти источники. Пока больше шпионов я не могу делать. Внизу... Это, наверное, Византия будет. Нет. О! Арабы. Так. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Еще двоих. Блин, с кем бы мне в открытых границах? Наверное, с кельтом надо. Он выглядит более... Хотя арабы тоже 204, смотрите. Да, кельт на втором месте по количеству тех. У меня 49. Просто, просто трындец. Да, но если даже где-то мой злой двойник есть, он явно не преуспевает. Я просто хотел посмотреть, как компьютер реально понимает идею Вавилона и сможет ли он нормально использовать. Давайте, наверное, с кельтом договоримся. Да, в общем, можно посмотреть, сколько городов. О, ой, кельты. Почему кельты? Ну, галлы они, галлы, конечно. 2, 3, 4, 7. Хотя галлы это кельтские... Кельтские племена. Тут 7. Это все, как эти, арабские города. Зайп, что-то хочется именно с кельтом. Может, у тебя лучше дипломатических очков отсыпем немного? Так, и мне поторговать? У меня там шоколад верну. И янтарь... Ну, янтарь у меня, правда, от городов-государств скорее. Вот кофе давай с атаманами. Саладином вино. Так, поехали исследовать. Здесь. Давайте, наверное, торговца. У меня там лишние уже есть места. Китай, конечно, так стену построил. Реально по границам. Ну, мне предлагают железо, но я не считаю, что имеет смысл торговать сейчас железом. Тем более, она сейчас уже свое будет. Эй, блин, нет! Фигасия. Вот это ответочка. Ну, там, мне уже тут нефти нужна. На самом деле. Но неприятно. Слушайте, взял, отбил. Короче, а следующий после... И он... А, да, слушайте, это ж кризисная ситуация была, блин. Короче, следующий после... Слушайте, так он и тутуль так может захватить на самом деле. Может мне тут хотя бы древние стены поставить пока? Блин, это подстава. Давайте пока стоять. Блин, все апгрейдятся еще, к тому же. Блин, далековато. Ладно, давайте... Этого истребителя сюда. Этих апгрейдим. Давайте, я смотрю, тут кто-то поселенца ведет. Мы его, пожалуй, заберем. Ну, мне пусан осталось забрать. А эти я, наверное, даже не буду трогать. Пускай они по лояльности отваливаются. Не хочу даже уничтожать. Так, археолог. Сейчас мы откроем танчики. Кстати, не лечится киросир, потому что железа нет. Ну, че так далеко все артефакты? Есть. И... Здравствуй, танчик. Мне надо три танчика для современных танков. Поэтому мы, собственно, в Рапикуме танчик будем строить. Какие самые производственные города? Рапикум 127, Вавилон 95, Эшнума. Давайте тут танчик. И... И пока все. Все, бомбардировщик тут, наверное, не долетит уже до пуса. Ну, у меня тут был... А этот? Да, блин, дайте выбрать. Так, ладно, вот этого надо... Нет, не этого. Вот этого надо перебросить. В Кенчжу. А этим бомбардировщиком мы будем тут Америкоса... Коцать. А, так я могу Аксум обратно отбить. А вот стоит ли только вопрос? Нет, он мехик. Так, вот этим он точно мехик. И не будет, потому что тут стены. В Аксуме стены не было. Давайте кодсать потихоньку юники просто. Аксумскийenda. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА она все кафе его подправляем и все вообще как тут в развитии можно конкуренцию с не они может то есть что эфиоп что китай тут никакие девчонки китай-то 100 до ну кидаю немножко получше за счет культуры но вообще в принципе они далеко кстати не так уж далеко науки вот звук к одессе ну далеко господи в новом времени эти ребята вообще в промышленной так и сканджу да на производство круче всего в аду из вавилон нет мирный из этого буду отправлять из рапикума может пару художествами все-таки поставить что-то я сплошные эти сделаю археологические музеи ой я чё так больно а потому что за уходи на сено больно ну давайте какой мир ты чё аксум отдавает очень твой город аксум наш или эфиопский но никак не американский и как-то манит манит нефть американцев даже даже в циве город с двумя нефтью что надо забрать не считаясь жертвами кстати ни одной культурной гэгэшки нет он был был антон на риву ее колумбия забрала так давайте тут встану как-то больно бьется все поселенцы удалил я не хочу вставить города развивать их главное чтобы этот не поставил больше нигде так где дальше у нас артефакты и ну тут тут есть кому собирать сейчас китай будет возбухать что мол мой артефакт копайте в другом месте я ему скажу и знаешь что нет так вот кулаком по столу и просто нет копаюсь где хочу так слушайте как то больно этого пехотинца мочат здесь танчик лечится раз танчик делается два танчика сейчас я и в современные танки как ап ну покеда так где могут быть этот знает эти цивилизации которые мне по-моему две цивилизации осталось да собственно он их знает с одной воюет даже я думаю он должен быть наверное сверху должна быть что снизу атаманы нет не атаманы эти арабы пойдем-ка наверх попробуем найти театралку не давайте торговцев тут уже добьем до конца фабрику потом амбар в кунжу все отремонтировали амфитеатр зоопарк 48 я просто вот каждый раз на это смотрю нет я буду копать где хочу я сбил китай будет возбухать ой колумбия нас осудила а где у нас колумбия по развитию в о п же и а да точно не очень умно осуждать человеку которого сейчас будут современные танки мне кажется сто четвертый ход современные танки здравствуйте я баланс меня здесь вообще не должно быть просто имба заболела так мехико кто тебя бежал вот этот вот этот тебя бежал ну-ка посмотри на меня смотри какое маленькую мехико обижает не хорошо то блин не умерло но я все равно этого истребителя сюда переброшу кавалерии добьем так танки три танка построили аэропорт или эрмитаж вот в чем вопрос не давайте аэропорт давайте военного инженера я же когда-нибудь да открою а ну собственно я уже открываю железную дорогу будем будем железную дорогу строить да да это конечно уже очков набил ну а вот кстати это новый город государства из патча международные внутренние торговые пути получают веру за каждого последователя основанными вами или доминировали риги в этом городе кстати очень круто может быть вода неизвестный игрок то есть мне кажется где-то сверху хотя так вадую а кстати там эфиопа очень неплохо накачал производство в аду и и давайте наверное из пешку мы отправим ветряки могу уже сумею мне кажется у меня с да у меня с электричеством выше крыши у ноги канада да значит вы вынесли либо бразилию либо второй вавилон вот он даже в союзе с кем-то давайте глянем у канады есть какие-нибудь города просто дело в том что я опять же повторяю не знаю как называются города вавилона могут быть вторые но то что я рио-де-жанейро видел в чем-то составе это точно поэтому все таки мне кажется что бразильца вынесли хамурапи где-то должен найтись танчик готов биг бен не хочу эрмитаж не хочу ну давайте центр вещания аэропорт театр художественный музей то археологических уже качут дофига торговцы все построены может здесь аэродром уже организовывать ну тогда аэродром здесь надо чтобы например на элеонору и колумбию у меня для колумбии правда есть аэропорт в ишнуне ну слушайте аэропортов много него давайте банк поставлю меточку что тут надо вырубить на аэропорт на аэродром я уже тут конечно нажал кого убила блин да вот это кавалерия конечно он тут больно стреляет жалко кавалерию нашу скульптурой 153 ну да у меня больше всех кстати слабое извержение о великую стену поломала прикольно конечно так он реально практически вдоль стен за счет селитра такая защищена англия с толпами стекать чтобы видеть священную реликвию меч скашивающий траву блин не достает у меня наверное сейчас не хватит захватить город чисто пехотинцам жаль да блин вы прикалываетесь у меня всех шпионов убивают несмотря на то что даже разведыватель подожди я разведывательное управление построил да блин меня уже трех шпионов убили короче я понял они пытались сбалансировать вавилон не давая ему ресурсы и снижая ну блин 88 процентов шансы все были 88 процентов и постоянно о ксум отвалился отлично так теперь надо вот эти юниты американские завалить все да ему вроде нечем отбивать обратно а где у меня еще третий танк а он лечится давайте аптум не ну 90 даже со стенами ладно я тут построю хотя долго строится давайте монумент ну отремонтируем это все так ну так ну все теперь я шуме там в тылу не тусил ждем открытие железной дороги ну давайте где последняя цива это с ней воюет кельт или он с канадой воюет да то есть должен пленкельт гал нет суши а тут сверху море значит где-то так он давайте тогда о проходе с канави договоримся непонятно ну вот и встреченных рим немножко рвет на удивление галы почему-то хороши и византия все научные цивилизации как-то не особо уже византия вместе с римом впереди у меня семь послов есть ли мне какой-нибудь желание их отправлять похоже нет прин к хокке она в к хокке надо чтобы не воевать с ней опять археологически давайте тогда археолога вот третий шпион открылся да они мне убили шпиона да блин надоело серьезно это какая-то нездоровая хрень со шпионами да блин да как даже пехотинцы убили уже слишком сильно чё-то там какой мир иди ты нафиг ковбой ты умрешь когда-нибудь вообще ничего клетки не обработаны тесла по идее почему-то а все минус 12 уже да все эти все отвалятся то есть я не буду эти города захватывать они сами по себе отвалятся я их даже не буду трогать купим тут торговца да я все еще не могу нигде броненосца сделать реально тут даже гавани никто не строил ну вот киш наверное если только ну сейчас надо мне этого захватывать зулуса очевидно давайте ему осудим его следующим ходом война золотого века можно будет объявить перебрасываем так как сумму не должны отбить вот эти завывания кри лично меня разогнать чтобы хотелось бы чтобы можно было переключать музыку чтобы был какой-нибудь плеер внутри игры и можно было переключать их вот эти завывания наверное не буду пока американца трогать я хочу вот эти два города зулуса забрать потому что вообще всего зулуса что мелочиться мехикам и явно уже отбили стою полечусь так ну где может быть пока дальше идем я просто спутник же не могу запустить о кстати я не проверяю великих людей это фигня уже почти пошли очки великих людей это фигня это фигня а что прежде кого наняли одной случайной технологии ну да конечно круто для университетов но мне она тоже все такое ну и как я понимаю что героев никто просто эти компьютеры научились их брать но чтобы их заново нанять ни одного героя заново никто не нанял прикол конечно я жгал что если вы не умеют я думал что они даже не умеют их нанимать ну хотя бы этому научили они не умеют их заново возрождать так пока ждем как раз один ход я вырублю здесь под аэродром может в ту туле построить тоже аэродром вот на этом месте бы построил надо собрать лиссабон перекупили мехико перекупили а нет ну лиссабон мне не нужен мехико там просто дальше действует тоже такое в репикуме недостаток жилья опера и балет капитализм панамский канал русакхаз кстати мне бы тут на самом деле уже вместо монархии торговую республику может открыть то опять же после охраны при хотя с другой стороны вот это классная штука красава не пойду я эти что прям даже не знаю может фашизм пойти плюс 10 процентов ламки коммунизм явно мне не будет не знаю короче пойдем пока в идеологию ну после охраны природы а там решим вообще шуме надо так тут не собралась тематически античность древний мир древний мир к сожалению нет блин все разные этой хотя можно было наверно мир с ней заключить с другой стороны чего города то отвалятся все равно ой ты блин даже не знаешь где я ой мои уши наорала мне в наушники дает трех послов и натуралистов позволяет строить так значит вот это ставим вместо скидка на улучшение юнитов наверное в деньгах кати содержание вообще так 460 вход давайте пока в ресурсах я оставлю о конец то шпион прокачался слушайте так значит я могу объявить войну ну давайте вероятность побега повысим так войну чаки золотого века уже минус 13 ну и вообще слабенькие города как наверно не дотянется не дотягивается отлично так ну и современными танками должно только этот город мне не нужен сорян блин не засвечивает к сожалению булава ее так амфитеатр худорус иный музей биржа есть ставим аэродром блин у меня девять послов их некуда использовать так сколько осталось жить корее минус четырнадцать и минус четырнадцать то есть шесть семь ходов да а блин он еще один город сделал да емае ну я захочу булава я как раз это санджу сожгу утомительный слушайте а да она тоже она она Может, в Канаду У меня во всех других местах Убивают Шпионов Так, ну, продолжаем Искать Другие цивилизации Тут будут турки Блин, где ж он? Где ж Где ж мой двойник? Ни Эрмитаж, ни Биг Бен Я не хочу Современный танк Кстати, у меня все равно будет минус по алюминию Он, правда, не такой сильный Я булавая захвачу, нормально станет Видите, он уже даже присоединяется А, подождите, булавая Умгундул, рудоё Придётся и то, и то захват Тут вообще, наверное, Зулуса я вынесу просто А, кстати, вон, американец у Зулуса город один отхватил Когда-то Блин, я даже не знаю, что строить Ну, давайте строителя пока И тут не знаю, что строить А, чё-то Эрмитаж как-то Как-то неинтересно Мехико вынужден обидеть войну Зулусу Ну да Ну, извините, я её защитил от Америки всё-таки Вот кто там прикалывался по поводу Этого Деревни дураков Ну, там где Спросив Зусулов Танчики Воевали Вот, только что Зусулы На танк Железный капут Железный капут Вспомнил Так, кого мы тут набили Писатель Писателя возьмём Мехико вынужден обидеть Блин Чё-то как-то не долетает никуда Бомбардировщик этот Давайте Блин Мне нужен аэропорт В Тутуле, очевидно Это Ну, или в Аксуме Ну, в Аксуме долго будет строиться Так, археолог Где я тут археолога делаю Вот Надо, чтобы он Тут в Тутуле Подобрал Ладно, давайте пока Сюда перебросим А вот эта Музыка не напоминает музыку Из третьих героев По-моему Болотный замок Сколько у нас тут нефти Думаю, стоит ли мне ещё Современный танк сделать Ну, ресурсов реально мало Ресурсов реально мало Давай я взяла на колонны Снабжения несколько Ой, я куда-то не туда Надо на этот аэропорт Перебрасывать было Ну, ладно Хотя, пускай тут стоит Да I beheld следующего года map на вижу что есть прокачка у танчика но не сейчас еще этот уголь не не обработал до сих пор кстати бегают беспризорные средневековье средневековье промышленная древнего древнего блин нету трех одинаковых артефактов кстати у нас еще один только археологически да слушайте а если я захватываю корею я не могу ли я у меня виктора а он в этом сидел хотя в ту туль его назначу я думаю что аксума уже не отвалится а не могу ли я этих героев теперь раз эту он привязан чисто корее да то есть он вот из этого города был взят судя по всему что не здесь для цивилизация ну что попробуем теху украсть у нас тут повышенная вероятность сбежать ну на этом наверно закончу серию как видите а встретил есть хамурапи отлично ну-ка давайте посмотрим как он выглядит да все-таки слава богу не не хамурапи захватили а этого бразильца то есть бразильца в игре нету сейчас посмотрим на хамурапи меньше боевой мощи теряют кстати кстати в этом есть смысл где тут где тут вот вместо улучшения в ресурсах поставлю глянем где он а вот он такой у него цвет дэн ну сколько у него где он сто пятьдесят шесть сто пятьдесят шесть десмат серьезно и заря на штраф в пятьдесят процентов вы прикалываетесь но и вот хамурапи да в принципе боже так это может может сушься может на на божестве он ну как видите науки у него немного то есть технологии у меня пятьдесят три а у него тридцать девять ну все равно как бы он на уровне да и сколько у него городов сохранено не вот от этого я откажусь сколько у него сохранено городов шесть да ну и посмотрим сколько он валит в ученых девятнадцать ну с другой стороны и как-то на уровне с другими может все таки компьютеру не дают этот штраф потому что у него на уровне с другими ну хотя у него на уровне перв с той же византии но у него сто пятьдесят шесть а византии двести двадцать четыре да ну слава богу я рад что он выжил действительно приятно встретить близнеца все таки в игре но продолжение следующей серии спасибо что смотрите спонсоры могут прямо сейчас пойти посмотреть играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока